Кадыров никак не успокоится. Правитель Чечни разразился вспышкой гомофобии, которая вызвала то, что Байден, президент США, упомянул положение гомосексуалов в России в своем выступлении ВОО. Кадыров сказал Байдену, у нас здесь нет геев. Спасибо Байдену за то, что поднял этот вопрос. Кадыров тошнотворный садист, который под видом религиозной морали порабощает свой народ и является полезным губернатором Путина. Путину всё равно, что там происходит. Главное, чтобы там были тишина и покой. Кадыров, его нужно отправить, упечь его в Гагу. Он должен предстать перед судом в Гаге за свои многочисленные преступления. Он просто мочит всех, кто его критикует. В 19-м году, два года назад, 23 августа, убили землю хана в Хангашвиле, в парке Клянеттийгатен, там, куда я хожу гулять. Вот это заявление, это возможность указать на двойные стандарты Германии в отношении прав человека. Второй газопровод, то, что мы называем не Nord Stream, не Nord Stream 2, не... Второй Nord Stream, вот, мы его называем Gazprom 2, то есть Gazprom 2. Второй газопровод России завершён, минуя Украину, которая, как мы помним, находится в состоянии войны с Россией и была частично аннексирована, несмотря на санкции в отношении России, несмотря на государственные преследования, пытки и казни гомосексуалов в её республике, несмотря на бомбардировки больниц в Сирии, несмотря на нападение отравляющим газом, несмотря на использование химического оружия, несмотря на отравляющие газы, вот, на неприятных власти людей, на Литвиненко и Навального. В качестве вишенки на торте госпожа Швейзек, СПД, позволяет Газпрому перетянуть её через стол и продаёт свой псевдофонд в качестве прибыли для защиты окружающей среды. Саундтрек к этому фарсу звучит. Money, 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 группа ABBA. Это именно вот стратегия, которую преследуют такие диктаторы, как Путин, и на которую, к сожалению, многие попадаются. Восточные уебаны, Польша, Венгрия, Виктор Орбан, который вчера выступил за размножение. Вот он за... он очень беспокоится о том, что население в Венгрии сокращается. Вот. Ну, компенсировать за счёт мигрантов, компенсировать, конечно, это уёбище не будет. Ничего не будет компенсировать. Вот. Будет стимулировать как-то рождаемость. Ну, вот Польша уже стимулирует запретами абортов. Мы, прежде всего, должны сами обсуждать историю, двойные стандарты, да, в мани, мани, мани. Мы отвлечены... отвлечённо живём в своём гедонизме, вот в своём пузыре, и не способны вообще действовать. Потому что озабочены, заняты только собой. Озабочены только собой. И погрязли в своём гедонизме, комфорте. И в течение этого времени диктаторы, такой диктатор как Путин, он может спокойно аннексировать страны, влиять на воины в свою пользу, как это было в Сирии, максимально манипулировать выборами, и притеснять, и преследовать людей в своей стране, членов оппозиции и меньшинства. НАТО когда-то было оборонным союзом, но снова и снова используется для зарубежных миссий. Иногда с мандатом ООН. Путин, конечно, тиран, и меня не заставили бы жить при этом режиме в России. Но только если мы, как Запад и ЕС, включая США, западная коалиция, несем перед собой права человека и западные ценности, как некое чудо, мы должны будем придерживаться их сами. Мы должны будем придерживаться сами этих ценностей, а не создавать двойные стандарты и игнорировать их, когда нам это удобно. Вот. Катрёв говорит, в Чечне нет геев. Конечно, в Чечне нет геев, потому что все геи, все гумсексуалы, которые все еще находятся в стране, боятся выйти, боятся признаться в том, что они гумсексуалы, вообще боятся встретиться друг с другом, боятся сексуальной активности. Вот. А остальные либо были, либо съебали за границу, либо были убиты органами безопасности или семьей. И если вы сейчас, допустим, противопоставите заявление Байдена с заявлением путинских прихвостней и такие государства, как вокруг Израиля, как Саудовская Аравия, которая хочет изгнать евреев в море. Да, вот такие государства вокруг Израиля, которые хотят изгнать евреев в море и убить их средневековыми методами в соответствии со средневековыми традициями. тем не менее Россию с Саудовской Аравией сравнивать нельзя, потому что в Саудовской Аравии не было отката. В России был откат. Россия была на правильном пути, когда дело касалось прав ГВТ, когда дело касалось прав гомосексуалов, как и во многих странах Восточной Европы. Как и многие страны в Восточной Европе, Россия была на правильном пути. Затем диктаторы, повернувшие часы вспять, конечно же, стали ограничивать свободу прессы, манипулировали СМИ и вели свою страну вот в таких средневековых воззрениях, в лучших традициях всех диктаторов. Но когда в России 140 миллионов жителей, а в Саудовской Аравии 34 миллиона, и в Саудовской Аравии никогда не было прогресса, как в случае с Россией, который повернулся вспять в очень короткие сроки. Вы можете поговорить с гомосексуалами в Москве. Люди в Москве сейчас более чем напуганы. Некоторые просто хотят въехать. Раньше такого не было. Раньше они не были настолько напуганы. И в Саудовской Аравии никогда не было прогресса. «Добро пожаловать в Чечню» вот фильм очень тревожный, отмеченный наградами, документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», который сопровождает беглецов, пострадавших беглецов, и рассказывает о погибших. Если преследование ЛГБТ – это проблема в России, то потому, что это неправильно само по себе или потому, что это Россия. Если вы если у западных правительств остались только оправдания, полуслова и крокодиловые слезы для гораздо более агрессивного преследования ЛГБТ в Саудовской Аравии и Катаре, случайно, кстати, союзники Германии. Да, вот это вызывает недоверие, просто меньше меньше доверяешь реакции этих людей, которые так в таком напускном режиме реагируют на гомофобию в консервативных странах в России, в Саудовской Аравии. Мы теряем время, обсуждая, как лучше с этим сейчас справиться, время, которое диктатор тайно использует, чтобы беспрепятственно пытать и убивать людей. Проблему Путина можно не думаю, что проблему Путина можно решить, сблизившись с ним или подружившись. Это не изменит там тех ситуаций с правами человека, эту катастрофическую ситуацию с правами человека. Уже одно это должно заставить вас задуматься при выборе. К счастью, мир — это не только Германия. И одна из больших обид заключается в том, что нам нравится выбрасывать и сливать в унитаз собственные ценности, европейские ценности, сливать в унитаз или выбрасывать за борт из-за комфорта, да, из-за комфорта и страха. Будь это в вопросах войны, кризиса, беженцев и проблем прав человека, но это обсуждение типично стране немецкое. Плохой парень не тот, кто делает что-то плохое, делает грязь, а тот, кто привлекает внимание. мы теряем время, а диктаторы действуют. Да, и фильм Добро пожаловать в Чечню, который все еще транслируется на Prime, и для психически неустойчивых. Фильм просто противопоказан. Вот. Он получил много наград. Да. да, вот, кстати, можете ли вы действительно убедительно осудить нарушение прав человека, если вы сами делаете то, в чем обвиняете других? А иногда терпите отношения комофобных стран, отношения со своими союзниками вроде Саудовской Аравии. И вот если поговорить с кем-нибудь, кто сидит в Москве и просто боится выйти на улицу, просто быть собой, и мы яростно требуем западная коалиция, западные страны яростно требуют прав человека от Тера Путина, от Кадырова, от маленьких диктаторов, но просто западная коалиция должна сама увидеть, что не так с ней самой, западные страны должны сами увидеть, что не так с ними, самими посмотрите на свои увидеть свои двойные стандарты и свое лицемерие. и да, все это лицемерие, как я уже говорил, возможно, в сытом обществе, в эпохе согласия и они слепые курицы, которые не понимают, как реагировать на проблемы, откуда исходят вообще проблемы, откуда вообще выскакивают тролли, вот. И прежде чем показывать на сучок в чужом глазу, нужно посмотреть на бревно в своем глазу, да, вот сначала нужно позаботиться о себе и о том, чтобы здесь не чтобы вы сами уёбки не придавали своей ценности, вот, которых вы кричите, которыми вы бравируете и кичитесь, вот. Нужно им следовать. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...